В общем, к Театру Войных Действий давайте переходим. Сергей Кузан, глава Украинского Центра Безопасности и Сотрудничества у нас на связи. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте по оперативной обстановочке. Я буду как бы рассказывать сейчас и наши зрители смотреть какие-то события, и мы будем с вами их обсуждать. Итак, Харьков снова под ракетным ударом. Погиб один человек, еще пятеро ранены. Сегодня поздно ночью в городе прогремели четыре взрыва. Известно, что ракеты по городу были запущены из российского Белгорода. По области госпитализировано четыре человека. Состояние двух из них тяжелое. Сергей, Харьковское направление давайте обсудим, комментируем. Здесь ситуация без изменений. Есть проблема та, что обстрелы ведутся в том числе из реактивных систем залпового огня, а также из ствольной артиллерии. Но также то, о чем сказано в сообщении, это обстрелы из Белгорода, из Белгородской области. Там применяются ракеты в основном С-300. То есть Харьков, Николаев, а также Донецкая область. Это в основном противовоздушные ракеты. Они модифицированы, они, скажем так, оснащены системой GPS-навигации для того, чтобы бить по наземным целям. И вот каждый день приблизительно, скажем так, 30-50 ракет прилетает по этим трем областям. Вернее сказать, два областных центра и одна область. Не успеваю, не устаю каждый раз задавать один и тот же вопрос. Почему ракеты С-300, предназначенные для работы по воздушным целям, то есть по самолетам, вертолетам, в том числе и ракетам, почему ракеты противовоздушной обороны бьют в прямую по городу? Это нехватка вооружения, либо еще какая-то цель? Почему? Да, действительно, именно этих систем противовоздушной обороны, то есть этих систем С-300, именно их количество очень большое. То есть этих ракет еще много. Это ракеты советского производства, в отличие, кстати, от комплексов С-400. Это уже такая модифицированная система. Но также противовоздушной обороны. Ну а проблема, скажем так, проблема этой ракеты состоит в том, что это все-таки кассетное такое осколочное действие этой ракеты и для того, чтобы наносить максимальный урон именно живой силе. То есть эти ракеты бесполезны против, скажем, бункеров, против укрепленных позиций под землей. То есть они очень мало вреда приносят нашим военным, которые находятся в основном в подвальных помещениях, то есть они хорошо укреплены. Но в то же время они очень много жертв и разрухи приносят для гражданской инфраструктуры. Это ракета, которая на подлете раскрывается, и у нее большая площадь поражения именно осколками. А какой смысл, Сергей, какой смысл бить по гражданским объектам, по гражданскому населению, если, ну, по большому счету, это не приносит успеха в военном деле? Уничтожение, я понимаю, что уничтожение даже ракетами С-300 живой военной силы, да, то есть как бы пехоты имеет смысл. Логика есть в этом. Зачем бить по гражданскому населению? Ну, здесь есть несколько аспектов. И российские пропагандисты, они же каждый день рапортуют об уничтожении еще большего количества техники, живой силы нашей армии. И таким образом они создают картинку для внутреннего потребителя, а также, что есть немаловажно, и для их руководства в Кремле. То есть они показывают, что еще больше урон, еще больше, скажем так, складов, командных центров ликвидировано, хотя и не предоставляют доказательства. Ну, а доказательствами они, то есть какие представляют? Это вот эти разбитые, скажем, объекты, разбитые обстановки, улицы, дома. Да, действительно, есть попадание от ракет. Но в то же время мы видим, что это все, скажем так, это замыливание глаз. И на самом деле нужно что-то делать военным для того, чтобы хоть что-то показать своим кремлевским кураторам. Поехали дальше. 120 снарядов в град. За ночь прилетело по Никовулю, повреждены жилые дома, три предприятия, пострадал работник одного из них. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко. 46-летний срезоремонтник одного из предприятий госпитализирован в больницу с переломом. Из-за реактивных систем зарплаты огня Никополь-Россияне обстреливают не первый раз. Днем ранее повредили насосную станцию. Город частично был без водоснабжения. Да, действительно. Там это уже типичный такой, скажем так, терроризм, потому что этими реактивными системами, массированными обстрелами, враг создает напряжение именно в большом городе, а Никополь это такой, это достаточно большой промышленный город, и вот применяет, собственно, системы уже реактивного залпового огня. То есть мы видим, что кроме Харькова, кроме Николаева, вот, собственно, через Днепр применяется такая же тактика и к Никополю. То есть, таким образом, гражданскому населению нужно понимать, что это будет не последний обстрел, и всем, кто не задействован в системе обороны города и Запорожской области, конечно же, нужно покинуть вот такие опасные зоны, и вот Никополь становится именно такой зоной. Почему все-таки обстреливают Никополь? Совершенно же непонятно. Город, который не несет никакого-то военного, более того, что это на правом берегу Днепра. Да, но это важный город в промышленном плане, в Запорожской области, и вот вся, если мы посмотрим, то вся тактика врага, она на запорожском направлении, в том же районе сконцентрирована на запугивании и на формировании образа вот этой гуманитарной катастрофы. Вот мы следим за заявлениями, за движениями на Запорожской АЭС, а это же Никополь находится фактически через Днепр, на другом берегу Днепра. То есть им нужно показать потенциально небезопасный, взрывоопасный регион, Запорожскую область, и таким образом оттянуть внимание и в том числе наших вооруженных сил, заставить нас предпринимать какие-то попытки и перебрасывать войска. То есть они пробуют вот такой террористической тактикой, это фактически такой гуманитарный терроризм, сместить внимание и Украины, да и в принципе мирового сообщества. От Никополя до Мелитополя. Мэр оккупированного Мелитополя сообщил о 10 мощных взрывах в западной части города. Очередной вечер для российских военных перестает быть спокойным, добавил он. Сегодня в Генштабе сообщают, что вооруженные силы Украины этой ночью на юге Украины ликвидировали склады оккупантов. Сейчас послушаем сахарничек. Люди слышали громкие взрывы, их было около двух часов. Места мы называть не будем, однако хочу сказать, что есть раненые и убитые враги. Нам об этом стало известно от врачей, к которым они обращались за помощью, но адская ночь для армии России еще не закончилась. Да, Мелитополь сегодня есть центральным городом, самым важным городом и также узловой станцией логистической в оккупированных территориях Запорожской области. То есть там осуществляется формирование, скажем так, командных центров, переброска войск, переброска техники и также, в принципе, и живой силы, и горюче-осмазочных материалов. И поэтому каждый такой удар по Мелитополю, это, конечно же, означает, что вооруженные силы достают в самое сердце, скажем, Запорожской области, которую расисты, они считают своей, они считают, в принципе, безопасной, таким себе глубоким тылом. Так вот, еще раз вооруженные силы показывают, что даже вот в таком, как они думают, глубоком тылу, это такая, скажем так, промежуточная станция между Крымом и Востоком, и Донецкой областью, Мелитополь, даже вот в таком глубоком тылу можно доставать противника. Поэтому это, конечно же, серьезный удар по настроениям оккупационных войск. Еще одна информация относительно ударов по оккупационным войскам. Ночью во временно оккупированном Волновахе Донецкой области раздались взрывы. Прилеты зафиксированы также и во временно оккупированных городах Новоалексеевка, Генческе и Мелитополька, я уже сообщил. Серия взрывов была и в Харькове. Повреждены электроопоры и трамвайные рельсы в индустриальном районе, а также двухэтажное здание в районе Кольцевой. Это про Харьков. То есть мы видим, как прилетает по объектам непосредственно в оккупированных городах, но и точно так же прилетает по населенным пунктам, по городам, которые являются подконтрольной Украине, куда давит российская армия. Давайте к следующей новости перейдем. В сети показали, как выглядит село Сосновое Донецкой области после того, как так называемое освобождение русский мир принес разрушенные дома и безлюдные улицы. Весь этот ужас вы сейчас видите на экране. Это село Сосновое Донецкой области после того, как туда зашли российские войска, русский мир. Что, кстати, происходит на оккупированных территориях после того, как российская армия туда заходит? Какая у нас есть информация? Ну, я, кстати, хотел бы остановиться также и на предыдущем вашем сообщении, потому что если мы разберем внимательно собственно, по каким объектам прилеты, то мы увидим исключительно объекты гражданской инфраструктуры. То есть там и, собственно, и линии энергоснабжения, и вот если говорим о Харькове, то третья ТЭЦ, которая снабжает город теплом. И это же и остановки общественного транспорта, и просто гражданские сооружения. И вот здесь мы видим, конечно же, это обычные жилые дома. Да, конечно же, оккупанты, они оправдываются тем, что там якобы есть какие-то наши техники, наши войска. Но вот даже при таком поверхностном осмотре мы видим, что нет там сожженной техники в СУ, а так быстро что-то убирать, это, конечно же, нет такой возможности. Поэтому это еще одно подтверждение тезиса о том, что, ну, собственно, это беспомощность оккупационных войск, и они бьют, собственно, по тем объектам, по которым они могут достать. И рапортует своему кремлевскому начальству якобы еще уничтоженной техники или командных пунктах. На самом же деле нет. Они создают гуманитарную катастрофу для того, чтобы уже в тылу, собственно, создать вот это социальное напряжение. И таким образом они пытаются выиграть. Это еще одно подтверждение именно террористической тактики действий вооруженных сил Российской Федерации. Еще одно оккупированное... Да, 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 продолжается. Касательно оккупированных территорий, то здесь осуществляется призыв всего мужского населения. Мы видим, как на Луганщине еще те шахты, которые работали, они останавливаются именно из-за того, что не хватает, ну, банально не хватает рабочих рук, потому что, ну, оккупанты действуют по очень простому принципу. Они приходят даже на стратегические объекты, которые есть важными для жизнедеятельности области. И они просто-напросто забирают мужчин в армию для того, чтобы потом уничтожить их, собственно, на Авдеевском направлении. И мы видим, как их без резервов бросают в бой, бросают на штурм наших позиций, позиций ВСУ. И, собственно, ну, просто уничтожают. А давайте вкратце, Сергей, рассказываем, что происходит сейчас непосредственно в зоне боевых действий. Где сейчас наиболее горячая точка? Наиболее горячая точка, я бы сказал так, продолжает оставаться Бахмутское направление. Там с севера и с юга оккупанты пробуют обойти наши позиции. Но этой ночью на протяжении этих суток они были разбиты и, более того, отброшены. А также вот Авдеевское направление, это окраины Донецка, вот Пески, Маринка, Красногоровка, то есть вот эти села. И здесь у них также нет никакого продвижения. То есть вот на Донецком направлении мы видим, что пробуют очень активно осуществлять свои наступательные действия. Причем вот Донецкое направление или, скажем, Авдеевское направление это в основном подразделение ДНР, так называемых ДНР, ЛНР, этих террористических организаций. А вот на Изюмском направлении, где как раз собраны именно российские войска, такие кадровые российские подразделения, там командование российской армии бережет эти силы. И такого, скажем так, такой интенсивности боевых действий такого нет. Из этого следует, что, ну, в первую очередь изматывают наши вооруженные силы именно ресурсам Донецкой и Луганской области. Ну, это очевидно, потому что... Да, относительно Изюмского направления хотел вас дополнительно спросить. Есть информация, что там часть районов начинает уже потихонечку освобождаться вооруженными силами Украины. Можно ли говорить о частичной, то есть, по этапе освобождения в целом Харьковщины, юга Харьковщины, по факту вот этого вот северного оккупированной части? Да, действительно, на именно юг Харьковщины, то есть, это весь, скажем так, это глобальное изюмское направление, где еще недавно считалось, что это самая сильная группировка, создана, она была создана из кадровых российских военнослужащих. И вот, если мы посмотрим на юг этой группировки, то есть, это северные окраины Славянска, Светогорск и дальше долина и западнее села, то да, действительно, там по линии именно южной группировки мы видим, как вооруженные силы оттеснили оккупационные войска. Там были взяты в плен российские военнослужащие, там было сожжено много техники. Но также я хочу обратить внимание и на западную часть изюмской группировки, вот в район Гусаровки, где также были освобождены несколько сел и постепенно наши вооруженные силы подходят, то есть, они поддавливают оккупационную группировку. И вот в районе Гусаровки сейчас продолжают идти бои, потому что изюмские подразделения, они получили приказ как-то выйти, вернуть утраченные позиции. Но на сегодня мы видим, что это у них не получается, и они продолжают свою перегруппировку, и в то же время видим, что они теряют территории. Ну, про Херсонское направление говорить, наверное, если в двух словах буквально скажут, какие-то есть изменения? Да, там постепенно враг переходит к таким контрнаступательным действиям. Они пробуют по кратчайшей дороге наступление на Николаев, то есть, они пробуют перехватить инициативу, применяют тяжелую технику, применяют свои десантные подразделения, но пока продвижений у них нет. И за той информацией, которой мы владеем, они ждут подкрепления для того, чтобы большими силами осуществить все-таки вот это контрнаступление. То есть, они надеются переломать, перехватить инициативу. Потому что, напомню, по состоянию на сегодня инициатива полностью находится на стороне вооруженных сил Украины, которые осуществляют планомерно постепенное наступление на Херсон. Огромное спасибо. Сергей Кузан, глава Украинского Центра безопасности и сотрудничества, обсуждали оперативную обстановку за прошедший вечер, ночь и начало сегодняшнего дня.